Считаю, что есть ряд важных ключевых моментов, в которые мы хотели бы обратить внимание и президенту, и председателю правительства, и министрам образования и науки. В первую очередь, это необходимость повышение качества контроля для измерительных материалов и формы проведения единого рецепта. Как нам кажется, как кажется многим учителям, детям школ, многим официальным вузам России, назрел вопрос о выделении двух уровней единого рецепта, уровня А, уровня В, подвел другого уровня, обычного уровня, которые школьники дворовольно выбирают, которые начинают ориентироваться уже с 9-го и 10-го класса, которые отражают этот интерес к одному или иному предмету. Крупнейшая проблема единого экзамена не в том, что он якобы состоит из простостых тестов. Громадным достижением российского единого экзамена и его отличия, скажем, от того, что в Казахстане есть, и что в других странах есть, это не простые, обычные американские тесты, это сложный экзамен, который включает большую творческую часть. Но значительная часть выпускников школ не доходит или не успевает заполнить эту часть в цепи. И это не просто проблема вот тех десятков минут, которых они сдают этот единого экзамена, это проблема двух лет их подготовки, двух лет их пребывания в школе. Неизбежно они основное внимание начинают потерять подготовке к рутинной части единого экзамена. И вот такого рода изменения, которые мы предлагаем, оно есть, кстати, в реализации. Оно позволит выделить те группы абитуриентов, которые хотели бы инвестировать в себя углубленное изучение того или иного предмета. Эти группы абитуриентов будут в школе заниматься с гораздо большим увлечением, с гораздо большей глубиной, к примеру, с продвинутым вариантом единого экзамена, чем они делают это сейчас. С другой стороны, мы будем иметь очень четкую картину высших учебных заведений, которые будут добавлены в операцию. Какого рода уровня в математике А или В, какого рода уровня в истории А или В они готовы принимать в себе абитуриент? Это будет мощнейший сигнал для структурирования образовательного уровня в России. Следующая проблема, следующая доверка, это необходимость конкретных мер по укреплению доверия к процедуре единого государственного экзамена. Сделать действительно независимые процедуры, которые возможно, за счет независимого от школы помещения, за счет создания института наблюдателя, не факультативного, а обязательного института общественных наблюдателей, с правом присутствия в центрах обработки информации о критерном реагировании на все нарушения. Создание федеральной апелляционной комиссии, подчеркиваю, федеральной апелляционной комиссии, и отвергение нынешнего права апелляционной комиссии не только повышать, но и понижать оценку по единому экзамена. Возможность того, что тебе на апелляцию снизят твой оценку, снизят балку. Я думаю, что перечеркнуть, если не больше, возможных апеллянтов, возможно, не согласны с процедурой единого экзамена, останавливая от того, чтобы подать института, чтобы бороться со своей чертами. Наконец, для субъектной федерации должны быть четко, нормативно, у них обязанность по проведению единого экзамена. На сегодняшний день нормативно, этот вопрос не урегулирован, но мы специально просили быть здесь не только Максима Дулинова, но и Марина Лукажевича, главная правовой гепартамент Министерства образования и науки. Мне кажется, коллеги, что на сегодня мы должны очень внимательно провести вот эту работу, потому что могу сказать, что да, экзамен значительный спектр стал в руке, но в эту руку заложено черноточек. Становясь мутиней, единый экзамен начинает терять доверие населению. Потому что население традиционно низкое доверие к любым географическим управленческим руке. Но давайте, это очень нешуточная проблема для России повысить доверие населения к ЕГЭ. Потому что сейчас очень много людей пытаются воспользоваться сложившихся ситуаций. И, что знаете, зачем нам ЕГЭ? Он давно говорит, что ЕГЭ не нужно. Эти люди предлагают нам вернуться к ситуации гораздо менее прозрачной, гораздо более коррупционерной, чем та, с которой мы имеем дело сегодня. И ситуации принципиально несовершенствованы. Я хотел бы это напомнить. И давайте сегодня обсуждать, как мы традиционно в этом зале себя ведем, обсуждать проблемы, которые существуют, которые соберлись этим ли, если едут в государственном муниципе, максимально конструктивно, максимально уважительно по отношению к тем, кто работает в образовании, кто организует образование, кто участвует в качестве выпускников школ и будущих агентуриев. Продолжение следует...